Вы только обратите внимание, что мы можем слышать, и что мы слышим, и что будем слышать все более и более сильно. Что сделал Христос, когда Он пришел? Что Он сделал? Это накормил пять тысяч? А сколько голодных было в мире? Он родился среди евреев, сын еврейки. Народ еврейский был в порабощении у римлян. Он даже и народ свой не освободил от рабства, от зависимости. Он ни слова не сказал о политике. Он совсем не думал об экономике. Он ничего не дал культуре. Он не установил законов, тех законов справедливости, о которых жаждет человечество. Кого Он исцелил? Небольшую кучку людей. Во всех народах сколько страдает? Он не дал развития науке. Все же в Его руках было. Он же Бог. Бог. И что же Он сделал? А родился кем? Нищим. Ходит по Иудее. Бедные ученики растирают колосья, потому что голодные. Нищий, никому неведомый, презренный. И это спаситель? Вы что, шутите? Кто нам нужен? Кого ищет человечество? Всю историю. Кого ждет? Тот, о ком хорошо сказали римляне, когда римский император выезжал, точнее, выносили на носилках его торжественно, и к римляне кричали, «Панам Эд Церцензас! Хлеба и зрелищ! Вот кто нужен нам! Нам нужен тот, кто нас напитает, даст нам вдоволь хлеба, даст вдоволь развлечений, кто излечит нас от болезней, кто даст нам культуру, кто установит законы справедливости, кто в конце концов станет всемирным императором, уничтожит вражду между государствами. Все средства, которые идут на военные цели, они пойдут на мирные цели. Вот кто нам нужен! И вы верите еще в этого Иисуса Христа, что мир изменился, разве? Когда Он пришел, и после Него разве не продолжаются войны? Мир до сих пор заливается кровью. 20-й век поразил всех обилием неслыханных злодеяний и потоков крови, которые когда-либо были на земле. Что люди стали лучше, чище, справедливее, святее? Ничего подобного! Посмотрите, что творится в мире! И вы верите в этого Иисуса Христа? Это Он-то Спаситель, да? Зачем же Он пришел в мир? Скажите! Что Он сделал? Как вам это нравится? Вам это не очень нравится, я вижу. Обождите! Мы эти речи услышим, мы уже их слышим, и еще услышите, с какой силой! Не нужен нам Христос! Нам нужен другой Спаситель! Интересно, что две тысячи лет тому назад Христос сказал, когда придет другой человек во свое имя, того вы примете. Апостол Павел неоднократно пишет, что придет человек беззакония. Беззаконие, беззаконник. Все мы беззаконники, кажется. Нет! Здесь сказано в особом смысле, в исключительном смысле, в таком, до которого нам всем, наверное, и вместе даже не дотянуть. Какой беззаконник? Он придет! И кто это Он? Иоанн Богослов пишет, что это тот, перед которым придут и поклонятся все народы, всех покорит. О Котором будут говорить, что Он Спаситель. Он дарует вот все то, что не дал Иисус Христос. Вы слышите? Он даст! Как даст? Это вопрос даже другой. Прямо ли? Обманом ли? Мы уже многие вещи обманы и мы сейчас уже слышим. Шесть миллиардов населения – это слишком много. Останется один миллиард. Останется. А куда пять исчезнут? Не нужно об этом думать. Они просто растворятся. А этот миллиард как будет существовать? Мы видим, вся власть в мире концентрируется в узком круге людей, в небольшой кучке, которые в себе сосредотачивают все финансовые средства мира, всю прессу, все средства массовой информации. Вы заметили? Они фактически все в одних руках. Все действуют как по команде. Небольшие противоречия – лучше не противоречия, а так наигранные столкновения, которые там. Это чепуха, мелочь. Все они едины. Какое-то единое буквально руководство. Откуда? Где оно? Что это такое? Мир становится маленьким. Земля становится совсем крошечной. В одном уголке происходит. Мы все знаем, все знаем, что где что происходит. И не только знаем. А оказывается, любое событие, происходящее в любом конце земли, каким эхом отзывается во всех других уголках. Экономика одного государства влияет на другого. Политика этого строя, ой, какое оказывает огромное воздействие на другое. Уже государства некие, а лучше сказать некое, Соединенные Штаты пытаются господствовать уже над всем миром. Уже диктуют свои законы. И все безропотно слушают. Бомбит Сербию и молчим. Захватил Ирак, Афганистан и ничего. Идет концентрация всех сил, движущих сил жизни в каких-то отдельных руках. И дело не в том, что это просто Америка. Это как государство. И оно, видимо, является только средством, инструментом для осуществления политики той группы людей, которые интернациональны. У них не существует государство. Они выше всех государств. Они все делают то, что хотят. И это продолжается. Идет, причем, процесс еще более глубокий и страшный. Процесс, о котором можем сказать, что идет усиление контроля за человеком, за обществом. Уже прогнозы, причем реальные, научные, не фантазии, не романы о каких-то фантастических вещах, а что к каким-то двадцатым годам нашего века, а не какого-нибудь века, уже все человечество будет под контролем. И каждый человек. Это, оказывается, очень нетрудно. Это уже нетрудно добиться с помощью тех средств, которые есть и которые вот-вот сейчас будут. То есть, мы идем, идем к единому мировому государству. Мировому государств не будет. Будет одно. В этом государстве действительно все будет построено так, как нужно. Все будут под контролем. Ни один человек никуда не убежит. И ничего он сделать не сможет. Хотя бы он был на дне моря оттуда, его достанут. это уже не трудно совсем. У Ивана Аксакова, Иван Сергеевич Аксакова, это сын знаменитого, я думаю, любимого очень многими писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Вспомните только его детские годы, Багрова внука. Ну, чудо же просто, правда же? У Ивана Аксакова есть такие слова. Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом. Свобода завершается рабством. Человек, забросив образ Божий, оставив образ Божий, возревнует и уже ревнует об образе зверином. Я не совсем точно вам цитирую, но мысль-то ясна, ясна. Он точно указал, указал на интересное развитие вот той идеи, идеи, которая отвергает Христа и Иисуса, того, который пришел две тысячи лет тому назад. идеи, который предполагает, ждет, жаждет другого Спасителя, который, как кажется, даст все блага на земле и к чему это приведет. По прогнозу, даже совсем не нужно особо ума, особо развития, особых знаний, а только достаточно видеть ситуацию, происходящую ситуацию в мире и в обществе, как уже можно, можно уже предугадывать, что это будет невероятнейшее рабство, которого никогда в истории не было. Раньше заколные люди в кандалах, в тюрьмах могли мечтать о том, что можно сбежать. Будут какие-то амнистии, можно совершить какие-то заговоры, тут уже невозможно. Все будет прослушиваться, просматриваться и ни один человек никуда не скроется. Рабство, в котором то кучка каких-то людей, каких, не знаю, их приближенных, их, их людей господствовать в мире и, и множество рабов.